Вы смотрите отзыв об отеле Hilton Res Elkheimer Resort & Spa. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Puk, который был в нем в 2011 году. Достоинства, расположение, недостатки, персонал. Начну опять же стандартной фразой, отзывов по отелю нет, поэтому. Были по программе организованы турфирмы Isita, Киев, Рождество в Нефтескважинске, типа шутка юмора. К турфирме претензий нет, оценка 5, в отеле их представители 2-3 человека дежурили с 9 до 20 каждый день. Прилетели, аэропорт крошечный, рейс 1 сначала на сканглаз, очередь общей равном, ставят штамп на визе, потом на паспортный прошли, багаж уже ждет на полу, трансфер в отель, 30 минут. Температура комфортная, тепло, но не жарко. Номер супериор, отличный, вид на море, большие раздельные кровати ЖК ТВ, ОРТ, РТР, утюг, хен, мини-бар, сейф, чайник оборчая и кофе, ванная, душ, беде. Каждый день 2 литра бутылка воды бесплатна, в баре у бассейна она равно 18 дирхам, после того, как уже разложили вещи. Обнаружили, что унитаз и беде очень плотно расположены к стенам СМ, на фото, из-за того, что рядом расположили 2 огромных раковины для умывания, так что, пардон, были некоторые проблемы с их использованием. Мы уже не стали переселяться, как подумали, что надо опять вещи собирать. На балконе столик и 2 кресла. Пошли перекусить ресторан Эль Бахар у бассейна. Салат Цезарь плюс пицца плюс 2 пива по налю целым 0,5 литра равно 150 дирхам, 365 равно 41 ас. Чек включают автоматом обслуживания равно 220 дирх. Обслуживание никакой официанты двигаются по замысловатым траекториям, подолгу застывают в созерцательных позах и избегают взглядов посетителей. Персонал пакистанца и индусы таятцы. Территория огромная, основной корпус и в отдалении на косе виллы. Бассейнов минус 6, из них 2, подогреваемые с контролем температуры. Полотенца выдаются у бассейнов по книге, фио номер комнаты колва. Наверное из-за наших, но записываются иноземцы. В остальных вода прохладная, там никто не купался. Море чистое, сразу глубина, дно песок, вода около 20 градусов, очень соленая, я купался и соотечественники. Песок на пляже чистый, белый как пудра. У море навесы и шезлонги, у бассейнов зонты и деревянные шезлонги с матрасами. Есть мини-футбольное поле, волейбольная площадка, тренажерный зал, дайвинг-центр, детская площадка. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля по цене 40 дир в час. На пляже есть бар, при мне человек заказал коктейль барным, подошел к раковине с горой использованных бокалов. Чашек, блюдец, ложек минуты три созерцал это великолепие, потом вылудив бокал. Тут же губкой его протер под струей воды и налил ему туда заказ. И за это опять же плюс 220 дир в счету, и все это проделывается очень неторопливо с недовольным бурчанием под нос. Хотя наблюдалась очередь из страждущих, и у него была официантка, в тот момент не загруженный, а никто так и не помыл эту гору посуды. Опять же у бара есть куриная шаурма, свинина табу, порция на вторых равно 24 дир, но очень маленькая, по вкусу никакая. Оплату заказов нужно записывать на номер. Брали завтрак и ужин, шведский стол. Питания вроде всего много, но все как-то бестолково, много невнятных салатов, овощи без вкуса, помидоры и огурцы, фасоль в разных видах, национальные блюда. Мясо одного вида и рыба. Супы два вида. Десерты очень сладкие, сырые, мороженое. Один раз промелькнули отварные креветки. Через некоторое время, может после жалоб, появились стейки и бифстроганов, жареная рыба, индейка. На ужин напитки платные пиво, кофе 22 д, бокал вина 36 д. Завтрак поинтереснее, соки 5 видов, мусли, орехи, омлеты и яичницу жарят при вас, очередь сосиски гоп и свиные. Фрукты арбуз, да не никакие. Ананас, папа и грибкрут отличные. Столики есть внутри и на улице, снаружи та же картина, столики заняты грязной посудой. Официанты ленивы ходят друг за другом и старательно отводят глаза от клиентов. Сами никакой инициативы не проявляют, нужно ткнуть их носом в стол, тогда уберут. Хотя справедливости ради стоит сказать, что это все происходило в час пик, рано утром все было чинно. Кофе и молоко могут принести еле теплое, хотя им ясно говорилось о желании выпить горячего. И это с учетом того, что отель не был заполнен полностью с ужасом, думаю, что там творится в сезон. Развлечения, так как по нашей программе с нами приехали наши украинские звезды, Ани Лорак, Тина Кароль, группа Бумбокс, студия Квартал 95, юмор Володи Зеленского, думаю, вы знаете. То у нас каждый вечер был концерт. Алексей Михайличенко, кто не знает, бывший тренер нашей сборной, организовал футбольный турнир. Василий Веростюк, обладатель титула сильнейший человек Украины, конкурс силачей. Екатерина Серебрянская, художь, гимнастика, чемпионка Ай-1996 в личном первенстве. Абсолютная чемпионка мира 1995. Чем 1994, 1995 и 1996 в отдельных упражнениях, проводила каждый день занятия, утро пилатес, день акваэробика и танцы. Так что скучать нам не пришлось. А так тихий, спокойный отдых и скотика в районе Вилл. Контингент много немцев, малые итальянцы, французы. На Red Sea Action есть русская девочка Юля, но работает по замысловатому графику, каждый вечер ходит бесплатный шаттл в город, Monarch Mall Center. Судя по отзывам, в Red делать нечего. Хотя нет, забыл, 29 сентября 2010 года на радость взрослым и детворе в этом Эмирате открылся новый аквапарк с необычным названием Iceland. Планы Сэм, фото. Все подробности на сайте аквапарка HTTP, www.isalanwaterpark.com. Вокруг отеля пустыри. В Монаре есть супермаркет Carrefour и бутики. В отеле есть свой дютик спиртного залейся, сувенирные магазины, тряпки, аптека. Три раза в неделю ходит шаттл в Дубай, 100 гирс человек. Между городским Хилтоном и нашим весь день ходит густ к нам на пляж возит. Мы брали обзорку в Дубае, 70 аст на 1, и съездили в Дубай Молл, 50 аст на 1 и 5 час на разграбление, часа в одну сторону. Имейте в виду, что отель меняет доллар по 34, а курс в городе 365. В отельных магазинчиках можно поменять по 36 интересный факт. В Дубай Молл, самый большой молл в мире, при расчете в бутике продавец принимая аст сказал, что они не берут евро, типа курс нестабилен. Знаменитый аквариум в Дубай Молл все доступно для обозрения бесплатно за исключением короткого тоннеля с акулами и скатами, за вход в который берут деньги. Считаю, что платить не стоит им хо. Рядом кафе декорированное под джунгли симпатично. Видели шоу фонтанов, подсветка, музыка, начало в 18 часов ровно и потом каждое 1 дробь 2 часа, место на мостике и ограждение нужно занимать заранее, так как толпа приличная, меня лично не особо впечатлила. В аэропорту, понравилось, что у каждой ленты есть спецлюди, которые сами ваш багаж на нее грузят и снимают. Упаковка багажа 10 дир места, дютик маленький. Есть вопросы задавайте. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин